И один, сейчас я приведу вам такой пример сегодняшних дней, один молодой человек в интернете из Палестины пишет и он просит, тот кто прочитал это мое завещание, мое послание ко всем молодым людям, тем у которых живы родители, особенно мать, это передавайте друг другу, пишет он, это моя просьба. Мой отец умер 19 лет тому назад, пишет он, а я женился 12 лет назад. Мама живет отдельно и в один день жена мне говорит, о мой муж, я тебя очень сильно люблю, спасибо, что ты со мной ходишь в кино, в ресторане, по базарам, в места отдыха и другое, но есть еще женщина, которая сильнее меня любит тебя. Я хотела бы, чтобы хотя бы раз ты с ней вышел куда-нибудь. Когда разговоры в наши дни, идут такие разговоры, все думают о второй жене, какую-то это большая беда. И он клянется и говорит жене, нет, в Аллахе жена у меня, кроме тебя другой женщины. Жена говорит, мой муж, это твоя мама. И я вспомнил, пишет он, что вот за 12 лет, как я женился, я ни разу с матерью не сидел, даже час один. Но я звонил ей по телефону, я посещал ее, открыл дверь, просто зашел и говорю, мама, что-нибудь нужно тебе? И вышел. Вот так мы жили 12 лет, отдельно мама, отдельно мы. И действительно, я думал, что я не обращаю внимания на матери. Я позвонил матери и говорю, мама, завтра мы с тобой едем в ресторан, и после этого мы поедем в кино. Там же исламские фильмы бывают. Мама плачет, рыдает и говорит, сынок, ты заболел что ли? Быстро давай трубку жене. Она подумала, что он сошел с ума. Он говорит, нет, мама, я не заболел, я здоров, но мы завтра поедем в ресторан. Следующий день была пятница, и после Рузнама я приехал к матери. А мат ждет у окна, стоит в таком красивом платье, которое я не видела 19 лет. Это платье она купила к последней годовщине свадьбы с отцом. И этот год отец умер после этой годовщины, и с тех пор она не одевала это платье. У нее в сундуке лежало это платье, и на ней был такой хороший красивый шаль. И пальто она просто накинула на плечи, чтобы не закрывать это красивое платье и красивый платок. И такая счастливая она выбежала, как только увидела мою машину. Она заходит в машину и говорит, сынок, я не поверила, что ты приедешь. И когда я на работе сказала, что сын приедет сегодня за мной, мы едем в ресторан, они сказали, эй, батя, это не такие времена, эти такие времена прошли. Он просто тебя обманывает. И мы поехали в ресторан, сели за стол. Я взял меню, потому что моя мама не видит читать. Она уже ослепилась годами. Взял меню и маме говорю, мама, я прочту меню, ты выбирай, что любишь кушать. Я прочитал, но что-то мама не отвечает, не говорит ничего. Я посмотрела на нее, неужели она ничего не хочет выбрать. Она смотрела на меня и улыбалась. Я спрашиваю ее, почему мама не выбираешь блюдо? Она говорит, знаешь, сынок, я вспомнила твое детство. Когда ты был маленьким, чтобы ты был радостным, чтобы ты кушал разные блюда, я тебя приводила именно в этот ресторан. Мы всегда сели именно за этот стол. Так как ты не знал читать, я взяла это меню и читала для тебя. И ты выбирала. То, что ты выбирала, я тоже купила. И он говорит, вот видишь, мама, вот возвращается, кто делал добро, тому возвращается. Говорит он, я так гордо сказал, пишет он, как будто я каждый день делаю ей это, хотя она мне каждый день этого делала, да, женит вы. И мы покушали, пишет он, разговаривали. Ну, такого разговора особенного, что-то рассказать друг другу у нас не было. Но все равно, оказывается, мы были, мы ждали этого часа, сидеть вместе и разговаривать. И потом я смотрю на часы, говорит он, а вот этот фильм, на который я купил два билета, этот фильм уже закончился и даже час прошел. И мама говорит, спасибо, сынок, вот такого счастливого у жены, такого приятного вечера я не видела 19 лет, то есть с тех пор, как умер твой отец. И она говорит, вот на этот раз ты пригласил меня, а на следующий раз, мой сынок, я приглашаю тебя, иншалом, еще раз пойдем. И вот так я отвез ее домой, и сразу жена ждала и говорит, ну, муж, как прошел вечер? Муж говорит, спасибо, жена, если бы сегодня ты не сказала это, ну, вчера, если ты не сказала, я бы всю жизнь не догадался. Оказывается, мама и я скучали друг по другу. Так много было у нас рассказать друг другу. Сказал муж, поблагодарил жену, и он пишет, мне прошло недели, у мамы получился инфаркт, и мама внезапно умерла. И я не мог помочь ей ничем. И мне стало очень трудно переживать вот эту утрату. Я сел и подумал, как мне перенести это? Хотя бы одну причину для терпения этой утраты. И я вспомнила вот тот вечер, который с мамой, мы сидели в ресторане, и она сказала, сын, спасибо мне, спасибо тебе, я довольна тобой. Я очень довольна тобой. Вот это дало мне утешение, сабру. И через два дня принесли от этого ресторана две квитанции, которые тайно от этого сына мама подошла к кассе и заплатила за два ужина, которые в следующий раз они пойдут. И прикреплена туда записка, а в записке написано, сынок мой, спасибо за этот приятный вечер. И с шалом мы еще раз пойдем. А если вдруг меня не станет, если вдруг я умру, ты пойдешь с женой. Потому что вот этот вечер мне подарила твоя жена. Мама же понимает, что это зависит от жены. Так что, уважаемые сестры, молодые. Уважайте родителей мужа, как своих родителей. Родители девочек, воспитывайте своих девочек так, как бы вы хотели к вам, чтобы относились к вашей невестке. Вот так, чтобы ваши дочери тоже относились к своим свекрухам. Поэтому, уважаемые сестры, вот Хасан Хильме Афанди, это большой алим-шех из Дагестана, он в своей книге «Хула Сатул Адаб» пишет, никто не поднимается на высоту, кроме как с соблюдением Адаба. И никто не падает на самую нижнюю ступень ничтожества, кроме как не соблюдая Адаб. Уважаемые сестры, мы должны соблюдать Адаб.